МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Строительная отрасль в деталях. Глава Чувашии Михаил Игнатий встретился с руководителями строительных компаний. Трехлетний бюджет. На заседании Кабинета министров обсудили параметры будущей казны. Восемь медалей. В Ледовом дворце чествовали победительниц международных соревнований. Правительство Чувашии одобрило предложение Минфина об изменении республиканского бюджета. Рассмотрели и проект главного финансового документа на ближайшие три года. Михаил Игнатьев отметил, все параметры, которые были заложены в бюджет 2016, выполнены по прогнозам, собственные доходы бюджета в текущем году составят в 114,5% к уровню 2015 года. Соответственно, есть возможность увеличить и инвестиционные расходы. Их общая сумма с учетом федеральных средств оценивается на 2016 год в объеме 6 с лишним миллиардов рублей. Рост к уровню 2015 года на 22,4%. По-прежнему, каждый третий бюджетный рубль направляется на развитие образования. В этом году, с учетом изменений, расходы отрасли составят почти 12 миллиардов рублей. Мы продолжаем строительство детсадов, ну и участвуя в федеральной программе по строительству общеобразовательных школ, мы строим не только одну школу практически, еще в проекте бюджета на следующий год закладываем несколько школ, и даже при уточнении текущего года тоже сейчас дополнительные средства предусматриваем. Кроме этого, хочу я здесь подчеркнуть, с учетом того, что отдельные новые школы появились, садики появились, хотя не такие большие средства, но это значимо для нас. Мы берем курс на капитальный ремонт, реконструкцию, на текущий ремонт вообще образовательных учреждений. В целом, если взять, при третьем уточнении, еще 55 миллионов рублей предусматриваем. В том числе на капитальный ремонт лицея имени Лебедева 25 миллионов рублей. На совещании обсудили и проект нового бюджета. Он вновь рассчитывается на три года. Подробно об основных параметрах главного финансового документа в завтрашнем выпуске программы «Республика». Об использовании местных материалов при строительстве, халатности при проектировании, детальном составлении сметы, изменениях в законах, в части государственной экспертизы говорили сегодня на совещании с руководителями строительных организаций. Подробности у Ольги Порчкиной. Это совещание мы решили созвать по просьбе руководителей отдельных строительных организаций. Есть темы для нашего такого совместного обсуждения с одной единственной целью, чтобы в дальнейшем нашей совместной деятельности расставить правильные приоритеты. Судя по повестке, пока таких приоритетных направлений выделили два. Первое – использование при строительстве местных материалов. Строительный комплекс Чувашии почти полностью обеспечен материалами собственного производства. В республике действуют 9 заводов и производств по выпуску сборного железобетона совокупной мощностью железобетонных конструкций более 500 тысяч кубических метров в год. 10 кирпичных заводов мощностью более 350 миллионов штук условного кирпича в год, в том числе облицовочного. Почему те же самые материалы наши строительные организации закупают за пределы Чувашской республики? На сегодняшний день, да, есть вопрос ценовой политики наших производителей. Мы об этом знаем. Знаем, что есть более дешевые материалы на территории Российской Федерации, которые в том же Подмосковье производятся. Но тут возникают вопросы относительно качества. При строительстве и жилья, и социальных объектов временно исполняющий обязанности министра призвал ставить качество материалов не на последнее место. Также о качестве, правда, уже в проектировании и составлении СМЕД говорил и другой докладчик. И это второй приоритет. Если пройтись по проектам, остановлюсь на наиболее крупном инвестиционном проекте, который реализовывался республикой в последнее время, это Ледовый дворец. Привлекалось два проектных института. То есть, соответственно, вносилось в ходе самого проектирования десятки, наверное, сотни изменений проекта. Проводилось две экспертизы. В конечном счете, экспертизу конструктива мы получили по проекту. А ценовую экспертизу фактически сегодня устанавливает суд, потому что мы ее в конечном счете не получили. Как фактор, объект не оплачен, идут судебные заседания. Буквально недавно введенный объект, Молтинбайк, тоже, наверное, кто живет в северо-западном районе, его знают. Порядка 70% проекта первоначального были переработаны в ходе строительства. То есть, это говорит о том, что проектант подошел формально. Такой же пример можно привести по московскому мосту. Можно было использовать более современные сегодня материалы, металлоконструкции, облегченные вещи. Но вот получилось, что заказчик, со слов проектанта, захотел, чтобы это было все в бетонном исполнении, с определенной конструкцией, что в конечном счете дает порядка 200 миллионов дорожания данного проекта. Список я могу продолжить, отметил Иван Моторин. Чтобы избежать таких неприятных историй, хотя бы при строительстве детских садов, можно использовать типовые проекты. Однако у нас почти каждый муниципалитет стремится сделать что-то уникальное. Обсудили представители строительной отрасли и изменения в законодательстве по части экспертизы. Со следующего года документы будут принимать только в электронном виде. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов. Республика. Пламя и черный дым в районе улицы Розы-Люксембург. Такое видео сегодня прислали нам очевидцы сильного пожара в микрорайоне. Альгешева в МЧС нам прокомментировали ситуацию. Пожар в складском помещении, расположенном в одноэтажном здании номер 8А по улице Розы-Люксембург, произошел сегодня около 9.30. Пламя охватило в том числе и соседний мебельный цех. Общая площадь возгорания составила почти 200 квадратных метров. Открытое горение на складе в южном поселке Чебоксар спасатели ликвидировали в 11 часов 5 минут. Пострадавших в результате ЧП нет. Из-за сильного задымления на прилегающей территории были эвакуированы учащиеся и преподаватели, находящиеся поблизости школы номер 63. Занятия в учебном заведении на сегодня были отменены. Самая скоростная скорая. Активисты Общероссийского народного фронта провели опрос и выяснили, за какое время в разных регионах страны к пациентам приезжает скорая помощь. Чуваше среди быстрых. Активисты ОНФ опросили 2500 пациентов из 82 регионов страны. Респонденты отвечали на вопрос о доступности бесплатной медицинской помощи, в том числе, за какое время к ним приезжает скорая. Выяснилось, что лишь к трети россиян неотложка приезжает в течение 20 минут. Дольше всего ее ждут в Курской, Тульской, Смоленской и Костромской областях, Забайкальском крае. Быстрее всего помощь получают жители Псковской области, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Республики Саха и Чувашии. Согласно данным Минздрава, наша республика скоро прибывает по вызову в течение 12 минут. Парковка в остановочных карманах на Чебоксарских улицах Ярославской и Энгельса с недавних пор вне закона. За помехи движению рейсовых маршруток и автобусов нарушители ожидают штраф. На улицах Ярославская и Энгельса в прошлом году были устроены остановочные карманы для транспорта, которые частично разгрузят улицу Карла Маркса и проспект Ленина. Маршруток и автобусов не было, карманы были, и водители спокойно занимали их в качестве парковки. Не так давно по Ярославской и Энгельса начали передвигаться 12-й автобус и 36-я маршрутка. Возле остановочных карманов появились знаки «автобусная остановка». ГИБДД уже наказывает за стоянку в остановочных карманах, сообщает пресс-служба мэрии. По правилам дорожного движения, автомобилям разрешено останавливаться в таких местах только для посадки и высадки пассажиров при условии, что это не создаст помех движению рейсовых маршруток и автобусов. Нарушителей ожидает штраф в тысячу рублей. Известный поэт Александр Чилл представил свою очередную книгу «Вся жизнь впереди». Так называется сборник стихов, посвященных любимой внучке. Вот она, идейная вдохновительница поэта, внучка Ксюша. Именно ее рождение стало для Александра Чилла стимулом для жизни и творчества. Александр никогда не видел себя в роли писателя, но жизнь сама направила его. Чтобы не потерять способность запоминать информацию после серьезной травмы и потери зрения, он слушал произведения известных поэтов по радио и запоминал рифмы. Спустя несколько лет понял, что в его памяти сохранились около тысячи стихов и песен. С особым интересом Александр относится к творчеству Евгения Евтушенко. Александр пишет о друзьях, о смысле жизни, о мире и войне. Стихи для детей занимают особое место в творчестве поэта. Александр Чилл – постоянный участник литературного клуба в Национальной библиотеке. Над своими книгами он работал тоже здесь. По радио я услышал, что здесь поставили компьютер. По мне тогда как раз заинтересовало. Я думал, для чего вообще компьютер тотально слепым? Что с ним делать-то? Я вот сюда пришел. И вот я сперва компьютер, как-то вот так нажимаю от нас, вот так потихонечку. Первую книгу я еще так не мог. Сам даже проверить не мог. Я сейчас могу и сам контролировать всю эту работу. Я сейчас набираю все полностью тексты. Один раз даже вот такую книгу набрал просто в один присест. Современное адаптированное оборудование позволяет людям с ограниченными возможностями развивать свои творческие способности. Кабинет для слепых и слабовидящих пользователей – это как раз то место, где можно это воплотить в какой-то реальный продукт информационный. Будь это стихи, будь это аудиозапись, музыкальная запись или что-то другое. Неиссякаемый оптимизм и любовь к жизни помогают поэту и в творчестве. В скором времени он планирует выпустить еще один сборник стихотворений. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. В современном мире гаджетов и социальных сетей все больше ценится умение снимать и монтировать свое видео. В Чпоксарском профессиональном колледже имени Николая Никольского прошел республиканский конкурс «Видеомир». Ученикам седьмых-девятых классов поставили непростую задачу – за два часа снять и смонтировать рекламный сюжет о колледже. И хотя ребятам помогали студенты, они работали в кадре, юным операторам и режиссерам приходилось быть еще и сценаристами, практически универсальными солдатами. Олег Борисович расскажет нам об одном из достопримечательностей колледжа – автомобильном тренажере. Выставлять кадр не учат в обычных школах, не рассказывают на уроках и о десяти правилах монтажа. Поэтому эксперты были приятно удивлены качеством работ. Председатель жюри, автор детских программ нашей телекомпании Мария Шоклева вручила сразу две награды за первое место – ученику 10-й школы Андрею Федорову и семикласснику 45-й школы Даниилу Петрянкину. Мы с удовольствием пригласили ребят на работу. В Чувашии подвели спортивные итоги месяца. В октябре наши атлеты завоевали сразу 8 медалей на международных стартах по самбо и армрестлингу. Примечательно, что среди победителей и призеров только девушки. Спортсменок чествовали в Ледовом дворце Чебоксара-арена. Миф о том, что женский пол – это слабый пол, в очередной раз опровергнут. Практически каждая из этих девушек не раз стояла на пьедестале почета международных первенств. Безусловно, большая заслуга в этом не только самих спортсменок, но и их тренеров. Действительно, есть достойные спортсмены, есть специалисты своего дела, которые готовят этих спортсменов. И развитие и самбо, и армрестлинга, оно имеет место быть и имеет будущее. Выступление на первенстве мира подопечных Сергея Пегасова было фееричным. Все три самбистки-чувашии, представлявшие Россию, вернулись на родину с золотыми медалями. Поддержка очень сильно помогала, друг друга поддерживали. Я еще, получается, в третий день боролась. Первый день боролась Медубаева Регина, она стала первой. Это еще больше, как сказать, да, мотивировало, чтобы стать первой. Потом второй день соревнования Степанова Наташа стала первой. И как бы здесь уже деваться некуда, как сказать, здесь уже надо быть первой. В возрастной группе девушки Вера Латкова выступает последний год. Далее ей придется соперничать с юниорками. Свои силы она уже проверяла на чемпионате России, где стала второй. Для Эльмиры Алеевой первенство мира по армрестлингу стало заключительным стартом среди юниорок. Точку поставила яркую. Золотая медаль в борьбе на правой руке. Помимо Эльмиры, обладательницами призовых мест на первенстве мира стали подопечные Алексея Атласкина, Татьяна Новикова, Елена Романова и Анна Гаврилова. Всем спортсменам и их тренерам за успешное выступление на международной арене назначена премия по программе господдержки. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Всероссийская ярмарка впервые развернула свой мобильный шатер в Чебоксарах 26 по 30 октября. Широкий выбор качественных товаров привлечет даже самого взыскательного покупателя. Впереди полезная информация. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Свою продукцию предлагают предприниматели более чем из 60 городов России. Глаза разбегаются при виде двух квадратных километров изобилия. В одном месте здесь можно все найти, не выезжая за пределы других городов. Они со всей России представлены, участники. Также представлена чувашская продукция. Пензенская швейная фабрика приятно удивит достаточно низкой ценовой категории 4,5 тысячи рублей в среднем. Ивановский, Ульяновский и Чебоксарский трикотаж, а также огромный выбор головных уборов из Новосибирска не оставят вас без внимания. Немалый интерес как у детей, так и у родителей вызывает техническое творчество. Конструктор из дерева – мечта едва ли не каждого мальчишки. Компании всего один год и мы очень востребованы. Все у нас в движении. Есть сложные, есть несложные. Вот такие модели. Есть добрые машины, есть и военная техника. Конечно, есть на любой возраст. Большинство покупателей прежде всего привлекает удобное расположение ярмарки. Пришли на ярмарку, живем здесь рядом. Решили купить сувениры и также игрушку для ребенка. Также купили здесь очень вкусный чай. Всем советуем, почаще бы таких ярмарок. Очень рада, что хорошие чаи, хорошая торговля здесь. И людям есть возможность такая купить. Того, чего нет в Чебоксарах. Выгодные покупки, концертная программа и розыгрыши призов ждут вас на Всероссийской ярмарке в Чебоксарах. Проспект Тракторостроителей, 76, рядом с гипермаркетом «Лента». Ждем вас ежедневно за покупками, за товарами с 10 до 7 вечера ежедневно, со среды, по воскресенью включительно. Редактор субтитров А.Семкин